Ну что, будем начинать? А где книжка? Ну что, нам ждать? От добра до брана. Так, значит, начать я хочу вот еще. Во-первых, для тех, кто меня не знает, хотя я тут вижу одни знакомые лица, значит, ну все равно. Значит, зовут меня Михаил, фамилия Сиддер, родился я в городе Нижний Тагил. Значит, в 91-м году я переехал в Израиль и с тех пор, в 26 лет, я живу там. За отчетный период были выпущены пять книг. Сегодня вы видите ту, которая по счету вышла последней. И кроме этого, значит, сегодня я почитаю стихи немного из старого, но в основном, конечно, буду стараться читать новые. Вот это мой старинный товарищ Саша Калистов. Он тоже из Нижнего Тагилы. И вообще, я смотрю, тут этот ряд Нижнего Тагилы представлен довольно широко. Землячество. И он споет вам песни, как на мои стихи. Получилось так, что когда-то в глубокой юности, значит, я познакомился с одним товарищем, мы называли его Василием Мишавкиным. Он стал писать песни на мои стихи. Написано было около сотни песен. Некоторые из них остались в живых, некоторые ушли в любви. Ну, вот сегодня Саша покажет часть, которая осталась у нас от сотрудничества с Мишавкиным, потом просто он сам писал. И так мы будем постепенно продвигаться к финалу. Он сейчас думает, стихи, песни, стихи, песни. Тут, насколько я знаю, курящие люди есть. Перерывчик сделаем. Я не советую вообще, Миш, сделать перерыв. Не советуешь делать перерыв? Это как-то нарушает ритм. Не надо. Подержит. Вообще нарушение ритма – это ужасно. Да. Значит, все. Да, перерыв не будем делать, но тогда посмотрим, может, немножко ужнем концерт, потому что подряд сидеть полтора часа, это уже тяжеловато. Хорошо. Начать я хочу со стихотворения, которое было написано, еще когда я не задумывался ни о каких Израилях, и мне тогда было 24 года. С стихотворение называется «Ершалаим». Дрожит в огне Ершалаим, и небо в зареве над ним. Здесь торжествует злобный рим, диспассиан. Горит величественный храм, стекает кровь по кирпичам, мечи по сгорбленным плечам гуляют рьяно. Что можешь ты, мой иудей, но чем убережешь людей? Сиянием своих идей? Они ведь вечны. Никто не слушает слова. Твоя пробита голова, и падает твоя вдова на семисвежник. На копья подняты тела. Как здесь радуга цвела, и как прекрасна жизнь была под сенью храма. Насилуют твою сестру, детей твоих ведут к костру, и твои собаки лижут труп, забравшись в яму. У иудея вечен крик от дней ушедших до моих. Сквозь годы он ко мне проник и сжет ночами. Распяты жители твои, давно закончились бои. Лишь на камнях луна стоит в сожженном храме. Рассеянный по свету вмиг, кто бился на стенах твоих. Веками лькнули, ветер стих над старой крышей, но твой запал неукротим, как в пору тех седых годин. И вышло так, что я один из тех, кто выжил. Ну а потом уже, находясь в Израиле, уже более, когда наступило большее понимание, что такое Иерусалим, у меня появилось такое стихотворение. Спотыкается дорога о холмы Иерусалима. Вот еще четыре шага и откроется простор. Лабиринты старых улиц, запах дома, да запах дыма. Запах времени и боли, бесконечный разговор. Я рожден вдали отсюда, там звучат другие речи. Погружался я в уныние, строил замки на песке, но и чувствовал всем телом, как величествен и вечен. Этот город тек пожилом, бился пульсом на виске. Жаркий ветер крошит камни, небо низкое белесо. Шелестят листвой оливы, постарательнейший пейзаж. Каменистые поляны не беднее любого леса, и столетний груз тяжелый легче всех земных поклаж. Потому, сбивая ноги, мерно и неукротимо, через горы и долины, бедам всем наперекор, я иду туда, где льется свет живой Иерусалима. Запах дыма, запах дома, бесконечный разговор. Если воздух твердеет, а надо идти через ночь, при дыхании острые грани царапают горло, то никто не сумеет тебе в это время помочь. Постарайся так жить, даже если приперло. Пусть вокруг как чаинки, кружится людской хоровод, и тебе нету места в налаженной кем-то программе, ты поверь, что весь мир создан был для тебя одного. На мгновение замри и не жалуйся маме. Посмотри поспокойней, уже не скажу веселей. Ничего не закончено и ничего не разбито. Это только вершится в магнитном объятии полей, электронов полет по безумным орбитам. Это просто в крови двухвалентный бурлит кислород, порождая смятенье и руша былые опоры. Если ты перейдешь через реку отчаяния вброд, то рассыплются в пыль лабиринтов твоих коридоры. Теперь я попрошу Сашу. Здравствуйте сейчас от меня. У нас сегодня такой двенадцатиструнный ударно-щипковой инструмент, который, честно скажу, очень давно не брал в руки, но тут пришла сегодня песня, на которой мы все выросли. Коричневый кубик стоит у дороги и окна темнеют. В замерзших деревьях в ночном полумраке возносятся лапы. Уснули все люди в огне небольшом пламенеем. Зеленая лампа, зеленая лампа, зеленая лампа. Не спится, наверное, хозяевам этой обычной квартиры. А может быть, просто забыли о Валде и тихо уснули. Устав от уборок, размолвок, покупок и стирок. И только свет лампы цветет над безмолвием улиц. А ветер свистит и играет беспечно вчерашней газеты. Огни фонари, перелом и лесенок, из-за снежной призвы. И пишут врачи за зеленую лампу поэты. Идет на земле фильм другой, третья серия жизни. Как трудно во мраке найти свой проселок тропинку дорогу. Легко заблудиться, приняв за природу простые эстамбы. И словно маяк к нам приходит порой на подмогу. Зеленая лампа, зеленая лампа, зеленая лампа. И словно маяк к нам приходит порой на подмогу. Зеленая лампа, зеленая лампа, я редко буду что-нибудь говорить между стихами, потому что, честно говоря, заранее составлять программу мне неохота было и хохмить там, как многие любят, рассказывать какие-то интересные истории из жизни. Да они у нас у всех интересные, эти истории. Я буду читать стихи еще. Если уж что-то захочется, то скажу. Кстати, если есть вопросы, вы задавайте. Даже самые хамские. Видишь вон там, за излученной, самой кривой, в русле зажата, река ускоряет течение. Небо кончается сразу над желтой травой или над бурой, тут цвет не имеет значения. Что тогда значим твой очарованный взгляд? Голос кондуктора тягостный, площадь восстания. Знаешь, железные камни в пространстве летят, чтобы сгореть, выполняя простые желания. Знаешь, минута нисколько не меньше, чем год. Это ошибка не верить подобному факту. Зоны меняются, время почти не идет. Выбрось про зону, сказал мне угрюмый редактор. Козыри вышли, но длится и длится игра. Хочется снова зайти в нескончаемый трафик и продолжается в жизни святая пора, время раздумья, прощения и эпитафий. Вот у меня когда-то было несколько стихотворений, каждый из которых был посвящен какому-либо месяцу. Вот, например, сентябрь. Никого с собою не беру, захожу в сентябрь дорожкой узкою, нити паутины на ветру, на пеньке бутылочка с закуской. Тут уж ни прибавить, ни отнять. Все слова сплошная охолесица. Разлета в природе благодать, вся природа на девятом месяце. Над рекой висит табачный дым. Да какой там дым, туман недвижимый. Серый воздух, вставший от воды, угрожает листопаду рыжему. К рюмку, запотевшую, допью и налью восьмую, полон смелости. Я себя совсем не узнаю в этой желтизне и в этой серости. Вот он, мир, возьми же и владей, где скрипит лисина хриплой ноткою, где вокруг спасибо нет людей, где лечу свои обиды водкой. Все, спокойно, хватит умирать. Кто от пустяков подобных весятся? Посмотри, какая благодать вся природа на девятом месяце. Ноябрь. Накрыт был город ноябрем, промозглым, мрачным и холодным. Не как декабрь благородным, когда темнеет в четырем и через белое стекло луны огрызок мутно матов, а все следы былых дебатов давно снегами замело. Нет, то ноябрь, пора простуд, постели, грелки, аспирина, когда прохладная перина дарила щедро свой уют. Хрустели долгие бои меж снегом, льдом и тротуаром, где, сжав губами тучки пара, шли современники мои. Зима развертывала фронт, меняла облако кочевья, и вертикальные деревья с собой делили горизонт. Я жил в том вареве крутом, не устраним и не стираем. Меня судьба встречала лаем, клыки оставив на потом. Я помню ночь, и я курю, и в этом чувствуется благо. Лжатся строчки на бумагу на зло-дебилу ноябрю. Так длилась, не считая дней, на смутной грани полувдоха, провинциальная эпоха нескучной юности варьей. Еще одна Васина очень-очень давняя песня. Васи, когда я тут слышу, вы написали песню, я их пишу, я не умею писать ноты, я их сочиняю. Переезжаю, переезжаю, но мы поютом себя окружаю. В комнате прежней лишь голые стены тихо, обыденно, обыкновенно. Быстро пустеют обжитые гнём нам бы вернуться назад только поздно. Тихое время слегка раздражая, переезжаю, переезжаю. Ай-да-да, да-да, ай-да-да, да-да, в комнате пусто, а было, где было. И я и забыл, да и ты не забыла. Падали лифы, сердца поражая, переезжаю, переезжаю. Кто-то родился здесь, кто-то здесь умер и ничего не потерял сумму. взгляды мчусь по пролону скоростей не снижая, переезжаю, переезжаю. Пусто и грустно, прощай же, былое. Стены в обоях, как ветки, с корою, переезжаю. Словно я душу свою сбежаю, переезжаю, переезжаю. Да-да-да, да-да, 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 переезжаю. Кстати, забыл сказать, стихи будут и серьезные, и малосерьезные. Так что, я не все время пишу такие печальные, философские, претендующие на что-то такое непретендуемое. Что есть истина? Чуши не говори, я тебе объясню легко и толково. Это солнцем траченные фонари в пять утра на входе метро Коньково. Это капли росы на худой тролле, мирный шум движения с профсоюзной. И рукой приплюснутый к голове твой берет желтеющий кукурузный. Это дробь дождя на окне моем, это свет рекламы на Бакалеи, это то, что старею я с каждым днем, это то, что никак я не повзрослею. Это облик твой постарас на дню и огонь, крадущийся к сигарете, это пальцы, сжавшие простыню и дыхание ровное на рассвете. Это осень в грусти своей красы, ветер в грудь швыряет банкнотой в банке, лист шершавый и грубый, как рашпиль сын, зато как кот шерстяной с изнанки. Это дом со шпилем, смешной паяц, прочно с бурным облаком состыкован, и в конце концов это смерть моя и твои рыдания, вострякова. Что скажет почтенная публика, когда я взойду на эстраду, веселый такой хорошенький, в брюках заглаженных в хруст. Я в зал нашвыряю задумчиво стихов с два десятка к ряду, и мне подарят горшочек, а в нем целый розовый куст. Его оберну газетой, чтобы сберечь бутоны, на долгом пути застуженном в дальний свой уголок, где ветер над переулками внезапно рождает стоны, что даже в глухом отчаянии подобного я не мог. Куст будет скрестить в окошко шипами своими детскими, а я покормлю его корни колодезной водой, и снова слова стану складывать, и кофе пить по-турецки, лохматый, небритый, смеющийся, тогда еще молодой. Да, это стихотворение, значит, по поводу непрерывных войн, которые в последнее время происходят. Патриотическое стихотворение. Чтоб разом без базар-вокзала башку врага отъять от плеч, вчера весь божий день орала я перековывал на меч. Хотя оно и возражало, и он, конечно, возражал, я, положив труда немало, его на он перековал. То не от злобы или спеси, а очень точно знаю я, коль враг полезет в наши веси, не побегим мы никуя. Ох, не женское дело гитара. Кружит стая вокзальных ворон, бьет струя паровозного пара, и в тумане дощатый перрон. В катках пыль на засохших растениях, и гитара, картина и вакто, словно шлюха лежит на коленях у мужчины в измятом пальто. Над ладами протерлась оплетка, и шестая струна дребезжит. Но как плачет опухшая тетка, если звук в тишине задрожит? Скорбно смотрит, согласно кивая, старушонка с корзиной пустой. Утро, постук ритмичный трамвая, трех аккордов молебен простой. Позабыв о приемке товара, округлила лотошница взгляд. Ох, не женское дело гитара, души женские дольше болят. Поэт, математик слабый. Он не тот, кто сложил да вычел. Он берет обыкновенную бабу и лепит из нее Беатричи. Он берет мордатую тетку, со взглядом нетрезво-сизым, улыбчивую идиотку, и делает монолизу. Все ахают, охают, как же он, так смело и так красиво, а поэт, устав от чужих жен, сидит и тянет пиво. Глаза слезятся от выпитого, рубашка в разводах соли. Дерево лепестками осыплет его, а он тому и доволен. Слова в теплом воздухе кружатся, предлоги, глаголы, наречия. На столе высыхает лужица, отражая луну и вечер. Нужно беречь эту речь, стать родником этой речи, дать ей безудержно течь кровью в глубинах предплечий. И в этот момент не надо ему ни суеты, ни давки, приятно, млея под взглядами, дремать на дощатой лавке. Неважно, лежали, сидели, волосы не убрать от лица, а то бы люди сразу увидели шраники от венза. Сейчас будет шлягер всех уральских фестивалей 80-х годов. А вас прошу подбирать, не поймете мне. Иго-го-го-го, 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 какое утро, просто гранд-шир трез, кузнечики безумно пустырекочек, и я, мадамы, вмиг бы вас увез, всех по домам, но лошади не хочет. Какое утро, нынче на дворе, какое небо, ну почти как в Сочи, и я, мадамы, мчался бы скорей во весь опор, но лошади не хочет. Иго-го-го-го, иго-го-го-го, иго-го-го, таких кобыл не сыщешь нифига. И днем за ними я ходил, и ночью, и на бегах, давным-давно бы я взял первый приз. Иго-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- Завистники пусть что хотят лопочут Два года я их к водке приучал Но я все пью, а лошадей не хочу И пусть не долг лошадиный век Порою человечий век короче Для лошадей друг лучший человек Вы поняли, а лошади не жучу Иго-го-го, иго-го-го Иго-го-го, иго-го-го Да, это был роман с Кучино Сержи Аполлинариевичем Спасибо, Василий Мишин Пусть на ошибках кто-то учится Но я себя не обвиню Давайте, чтобы впредь не мучиться Я вас построчно сочиню Сирень вокруг возникнет залпами Мелькнут стрижи на вираже Давайте встретимся внезапно И не расстанемся уже Меня ведь сразу не осудите За то, что ваш прославил лик Давайте вы все время будите Не пропадая ни на миг С собой вот так непросто справиться Особенно при свете дня Давайте я вам буду нравиться И вы полюбите меня Да, ну это написано было До начала Украинско-украинских событий Тут мой вариант просто Разрешение конфликта Когда восстанет брат на брата И небо полыхнет огнем Вот тут я выйду к ним Ребята, давайте лучше как бухнем Из буряков, да не проблема Где сало? Тут же накрошим Под это мы обсудим тему Под это мы ее решим Бутылок не бывает много Кто пропускает? Ни один Абрам, Микола и Серега И к ним примкнувший Нуриттин А помнишь, деды воевали? Ружье, да кто на глухарей? Плесни хохол Ведь ждать устали Маскаль-татарин и еврей Мы вытрем корками посуду Уже не помня, в чем раздрай И неврученными прибудут Медали за Бахчисарай Ну и совсем недавнее стихотворение Которое для меня продолжает эту тему Мальчишке взрывом оторвало ногу Он рухнул в мутно-серую траву Нога упала прямо на дорогу Ведущую к желтеющему стогу Который мягко упирался в синеву Земля неслась по заданному треку Да так, что поспеши-ка отлови Лишь полтора десятка было веку Ведь человек стрелял по человеку И муравей скользил в густеющей крови Я всегда завидовал Игорю Мироновичу Губерману Который вот так вот, знаете, раз В четверх строчках делает то, что он хочет сказать Все, ему не нужны пятли Не пятли, не штанец Четыре строки и все Но есть некоторые такие вещи В которых я понял, что Написав четыре строки, что дальше писать уже не надо Это все сказано Но их очень мало Ну и, наверное, слава будет Он что-то Губерману на векаме А я нет Несутся дни безумной каруселью И знаю я теперь наверняка Не быть влюбленным целую неделю Какая безысходная тоска Грустная Да, действительно грустная Хоть поздно, но пришло прозрение Я осознал, мои друзья Что продается вдохновение А рукопись продать нельзя У нас, значит Совсем недавно мне подарили Четырехтомник Даля Я его, честно говоря, никогда не лежал в руках Я знаю, что Солженицын Просыпался, ложился спать И целый день проводил с четырехтомником Даля И поэтому так много в его произведениях Слов, которые никто не употребляет Я полистал его, посмотрел И мне так понравились некоторые слова И тут неожиданно Одна известная медийная личность Публично заявила, что я графоман И что я бездарный человек абсолютно Но нет, это вполне возможно Что я самовлюбленный рифмоплёт На самом деле представляю себя ноль Но я ответил Ответил языком Даля Критику Вообще заил меня бросаешь В огной своих вербальных рек Ведь ты ни пса не понимаешь В словах, что я вечер из рек Твои не личат реприманды Харит любимцу и певцу Хлебает светистую баланду Из виршей любых подлецу Эрато или Калиопа Мяча чатся лавраму венчать Читатель ждёт уже рифмы жопа Но это стоит лишь начать Мой стих гранитным орелиском Пронзит веков тугую грудь Я не паду настолько низко Дабы в твою вчитаться муть Мой свет зачнёт повсюду блики Меня чтить будут гордый роз И островной британец дикий И вольных прерий сын пиндос Когда ж прикажет мне планита Закончить сон земных обид Я в царство мрачного Аида Сойду как в истинный Аид Это очень важно Моя мама в девичестве держой Из песчанки попавший на Урал Не сменила тот говор на чужой Идиш свой не покинул гейдестал Моя мама в девичестве держой Отпускала на улицу меня Ехал возчик на двор тряся божжой На весь город бидонами звеня Я ходил по заснеженному льду По двору магазина гастроном В этом малом озлобленном аду Пахло мёрзлой помойкой и говном Среди сверстниц и сверстников моих Я был чуждым, вот чёрт меня дерет Хоть плевал через зубы лучше них Хоть свистел в пальцы громче раза в три Хоть гонял я быстрее колесо Хоть стоял на воротах всех прочней Да и массу немыслимых высот Брал намного и легче и точней Я не вырос занудой и ханжой Хоть ничто не мешало ими быть Моя мама в девичестве держой Свято чтила свой местечковый быт Не торчи из построенных рядов Не носи вещи словно попугай Помни, кто ты и будь всегда готов Убежать, если слышно чей-то лай Я кивал и опять спешил во двор В гущу морд и паноптикум зверей Одногодки мне ставили в укор Что я умный, спокойный и еврей Чтоб меня не разъело этой ржой Я пейзаж навсегда переменил Мою маму в девичестве держой На кибуцном погосте сходу Змеей дожди ползли по окнам Картинку эту я храню И электричество промокло Сдыхало пару раз на дню Я думал, песенка про пета Но тут пришли другие сны Когда на нас напало лето Без объявления весны Когда сквозь кожу проникая Из крови жар творил желе А ты была тогда такая Что больше нету на земле Как узник беломор тонала Я был застрелен на бегу И море медленно стирало Твои следы на берегу Потом опять другое время Опять другие голоса Мое сладеющее племя Ушло за дальние леса Опали осени и липы Ясени и липы Сгорев в нагрянувших боях Остались мне до герокипы Где я и ты Где ты и я Пусть не в алмазе Не в корунде Мой из воян печальный лик Но наша глория Хоть мунди Но верю я Не транзит тик Песня тоже очень такая Легендарная песня У вас есть свой вариант Но нам с Мишей нравится Больше вариант Ольги Ломевой А кстати она посвящена В конце концов Туманый город замели Легли на уличные ложи Сразу сделалось похоже Что начался пожар земли И не зальет его вода Горят в нем дни, минуты, даты И день, который был когда-то Сгорев, растаял без следа В тот день смелые слова Переплетались кружевами Плыли облака над нами И тихо падали листва Смотрели улицы на нас И горит садами трамвай И мы были еще не с нами Что близится туман в час Вон пришел час перемен И в настроении, и в погоде Мы друг друга не находим Попав в туманы В долгий плен Дожди на переговор теплу Крабят витринные экраны И посидевшие туманы Сгрузясь, сползают по стеклу Дожди на переговор теплу Крабят витринные экраны И посидевшие туманы Сгрузясь, сползают по стеклу Четыре костюма назад Я был и кудрявый, и стройный Являл собой облик достойный И радовал людям глаза Тому уж камаз сигарет Как я выходил на татами И вел смертный бой со скотами Во цвете мальчишеских лет Цистерну портвейна назад И две очень крепких напитков Блестел я метлакскою плиткой Сиял, как в ночи образа Меня не страшил камнепад Не вздел я поверхности зывкой Моя очаровала улыбка Зубов восемнадцать назад Чего там скрывать Я сквозь ад Прошел бы через пламени блики И вышел в небес эвредики Семь тысяч оргазмов назад А нынче сижу, как урод Болят и спина, и ключица И думаю, что же случится Со мною два вдоха вперед Вот такое вот стихотворение Называется оно «Винету» Вождь Апачики Я сегодня пожалую в ударе И в свою воплощаю мечту Обучаю играть на гитаре Молодого вождя Винету Он меня от души уважая Нот не знает себе на беду Я упорно его приближаю К мемажору на первом ладу От усердия он краснокожий И струну тянет, как тетиву Пусть гитара страдает Ну что же, завтра снова его позову Покажу ему ключ я басовый Заберу за оплату И ха! У него слух индейский, особый Не похожий на наши слуха Пропоет он своим однодельцем Про ручей у янтарной сосны Будет признан великим умельцем Богом лета, зимы и весны И сочтя, что всему научился Он на сцену пойдет, как в бреду Чтоб от страха в момент обмочился Добрый зритель, как нахуй В Крущевке кореш мой живет Отнюдь не замок спорца И он совсем не признает меня за стихотворца Прочтет бумажные клочки с моим стихотворением Потом посмотрит сквозь очки с открытым сожалением Затем на клавиши прольет аккорд на восемь пальцев Как будто на себя берет грехи от нас, страдальцев От нас, рифмующих слова и рушащих устои То для него, как дважды два, занятие простое Там за балконом вдоль реки Несет листву с обрыва Сочатся сыростью пески Темно и некрасиво Луны, промерзший парашют Совсем забыл про лето Чувак лобает, я пишу И кружится планета Я родился в 1954 году Значит, у меня есть старший брат Которого, значит, родители сотворили в 1945 году То есть, в общем-то, война закончилась Шла к окончанию, вернее Они поняли, что, в общем-то, можно уже сделать ребенка Это не опасно Долго-долго они ждали возможности Родить второй ребенка И только когда умер Сталин Папа сказал нам, ну что? Все нормально, вперед В тот год, когда дал дуба Гуталин Родители мои сообразили Что нужен сын Возможно, дочь Но сын надежнее будет для жития в Тагиле Я создан был в родительском поту Когда страна шагала на параде По снегу, укрывавшему щиту И нищету с раздачей Христорадии Как я рыдал в нуле грядущих лет Еще совсем не вени в виде виц Ошеломлен явлением на свет В красивой первой городской больнице А дальше все, как у других детей А дальше все, как двигались колеса Я избежал каменьев и сетей Лавин, аварий, кручи и откоса В судьбу не верю Но простой урок Преподнесен и шесть десятков длится Что если бы не вмешались чейн и стокс То я мог братцы по всем родиться Я сейчас позволю себе за сегодняшний вечер Исполнить одну единственную песню Которая не на стихии Михаила Саулыча Потому что это мои стихи И они посвящены имя Тагилу Напомню, что мы родились в Нижнем Тагиле Выросли И для тех, кто не был в Нижнем Тагиле Не подъезжал к нему на машине Не знает, что такое разноцветие дымов Над Тагилом Это надо видеть Это желтый Ядовито-желтого До сизо-фиолетового Это просто какое-то слово Кто может понимать Какое-то пентакие И дальше Миша уже упоминал Что он жил в доме Где был центральный гастроном И третье Что хотелось бы пояснить Это то, что он в 91-м году Уехал из Тагилы жить в Израиль А я в 97-м уехал жить в Москву Вот Это все как бы Небольшая решетка Когда ты вернешься домой Я буду седы Я буду сидеть на скалье Отпираясь на трус Когда ты вернешься домой Ты здесь будешь не гость И радуга и встретит тебя Отечество дым И будет приветлив к тебе Гастроном твой родной И в нем будет все, что угодно Заблудшие в душе Но грузчик, что рад был тебе Мир покинул уже И тех продавщиц Ты не встретишь уже Ни одной И будут сверпеть воробьи Кувыркаясь в пыли И голуби сизые И голуби сизые гуркать Иначе не может быть Просто вода утихла Не склеить Не склеить разбитого в дребезги И хоть я признаться Давно уже Но уже не там Когда ты вернешься домой Стану я молодым Под площадями мерзлое болото Старинные закатанные пути Открыты настежь красные ворота А мне, как прежде, некуда идти Надежды на грядущие вчерашние Но следует держаться молодцом Смотрите, как на бедрах Спасской башни Вращается садовое кольцо Хоть наши годы разные, цветны В них все равно Всего четыре масти Я все поднабежавшие несчастья Спокойно опишу со стороны А горизонт, пробивший темноту Чуть-чуть себя являет При восходе И прилетевший луч Уже подводит любым раздумьям Яркую черту Пока зеленкой не отмечен лоб Заполнить можно адрес на конверте Терпеть еще доколе, протопоп До самой смерти, матушка До смерти В 1991-1992 году В Израиле выходила газета Которая называлась Наша страна Какая-то достаточно Газета с таким Жутким совершенно русским языком Что я когда ее читал А ее нам выписывали На Кибуц, где я жил И почему-то именно ее Просто я болел Ну все, читать надо было Что-то я читал Книги мои еще не пришли посылками И вдруг однажды Я там прочитал интересную вещь Оказывается При Тель-Авивском университете Есть группа ученых Которые изучают Филологов Которые изучают всю мировую литературу Начиная с античности С одной только целью Найти там еврейские корни То есть они так проверили Иаду, Одиссею Каливалу Махабхарату Не, нашли, нашли Все нормально Это не вопрос Но там было написано Что сейчас Они с той же самой целью Проводят подробное исследование Слова о полку Игоря Я не знаю Это тогда еще Но я решил Надо помогать мне, ребята Ну что, святая цель Я написал такое стихотворение Это называется Плач по Абраму В городе Путивле тишина Выехал последний Рабинович Где теперь свое он счастье ловит Здесь о том не знают ни хрена Опустились старые дворы Ты пойди налево или направо Тут никто не говорит картава Разве только дети до поры Заколочен досками авир Здание таможни в паутине И пылится в местном магазине Никому не надобный кефир Поиски ведутся по стране Некому работать в Бакалеи Ой, куда ж уехали евреи Ярославна плачет на стене Общага Девочки играют в домино Возле каждой шелуха и семечки Танька выфигачила в кино Дождь в планете капает на темечка Где это? Да че кто его поймет? Верхняя солда или сокольники? Выходные осенью не в счет Как четвертый угол в треугольнике Валя, Оля, Лена и Нинон Где найти Адамчиков для Евочек? Девочки играют в домино А еще они играют в девочек Белый свет, да так ли он уж бел Серый день, пятьсот оттенков серого Что Христос терпел и нам велел В это неохота даже веровать Тапочки, где задник стерт уже Ситцевые мятые халатики Комната на третьем этаже Форточек, слезливые квадратики Ни корней, ни листьев Просто в ряд по столу стучащие растения Рыба, они громко говорят И заходит Танька с нададений АПЛОДИСМЕНТЫ Тем, кто пришли передо мной Я благодарен гулко и звонко Они меня брали, словно кутенка И объясняли, что мир этот мой Тем, кто придут после меня Я оставляю слова и рифмы Скрип по струнам, гитарные рифы Горечь ночи и сладость дня Тем, кто идут вместе со мной Раньше или позже, не в этом дело Станет понятно, зерно созрело Голос топорщится наливной Так будет всегда, смена времен Мы в перегной, кто-то в соцветии Главное это избыть лихолетие И оживить мертвый сезон Песня, которая не вошла в художественный фильм Данели Потому что и была написана не для него Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай В и весне привычника будет Словно стон Разорвал Забаломутил Тишину Этот бешеный Осенний Марафон Поднимающий Кружащую Луну От любимой До любимой Этот бег Все короче И все чаще Этот вдох Заблудился И бегу я Целый век Спрятан в лих Среди тысячи ходов Тай-дам 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 Сколько снега Сколько ливни Над мной Как безумствует Безудержанный сезон Белый флаг Над всей асфальтовой землей Затянулся тот осенний Марафон В четырех стенах Уже не усидеть Все сыграть Надеюсь Новеньким Маракон Даже не Мне душою Повалеть Продолжается Осенний Марафон Продолжается Осенний Марафон Продолжается Осенний Марафон Само начало Забыл сказать Что практически Все стихи Которые я сегодня читаю Они Находятся В этой книге Которая не так давно Вышла В Москве Значит И сегодня Она есть здесь И совершенно Спокойно продается Вместе с Вдохновением Зима, Самара Ночь над краем А мы Я, Витька и Серега Машину из грязи Толкаем Напрягшись Трудно Понемногу Сквозь снежно-слякотную кашу Скользя и падая В ошметки Толкаем мы Машину нашу Как прежде Кучера пролетки Летят в лицо Из-под машины Плевки от матери природы Сгользят в вонючие Жижи шины И так у нас Проходят годы Серега в Штаты Витька в Питер Я вот был На святую землю Но нам никто Лица не вытер И вновь Зимы я не приемлю Не одолеть Уже вершину Но мы идем А не хромаем И ту несчастную машину Всегда толкаем И толкаем За несколько последних дней За прошедшую неделю Пронесли очень большую потерю И я во всяком случае Среди моих знакомых Ушла Наташа Бородская Вчера Ладно Еще несколько человек Умерли У меня есть одно стихотворение Которое я когда-то написал Я думаю, что это посвящение Можно сделать им всем Коемку кружки Крупной солью посоли На липкий стол Пропахший бывшей рыбой Ты положи свои короткие рубли Что нам теперь Мальдивы Карибы Шипит окурок В мрачной луже У стола Скажи, когда нам дождик Был помехой Нас не касаются Погодные дела Сегодня Вовка В небеса отъехал Сидим у воблы Нежно ребрышки Сосем Уже второй Заскомканное лето Был-был и нету Это коротко Но все А что еще Когда был-был и нету У павильона мнется Очередь всегда При входе в рай Шумливая толкучка Хозяйка Нам бы повторить еще сюда Хоть завидь Она не слышит, сучка Что смотришь, парень У меня все нормалек Еще круган И можно дуть до хаты Так незаметно день Меж пальцами протек Есть черточка А по бокам две даты Спали рядом Дуло от окна В темноте будильник Мерно тикал Заливала два спокойных лика Душная полночная волна Сон упал Доступен лишь двоим Из осов задвинут Перед гостями Белая звездка Под ногтями Светится созвездием Твоим Что не имя Ночью назови Незнакомо городу и миру Пропитал затихшую квартиру В вечный запах Краденной любви Корчатся под током провода Даже тут недостижима мера Утро Это морок и химера Утро Не наступит Никогда Странный запах Странный запах Состоявшийся измены В едкий дым мостов Мешается порой Электричка убежит За косогор Душным ветром Раздавая оплеухи И останутся Бессмысленные слухи В плотный воздух Заплетая свой узор Необычно нуден Птичий звукоряд Даже если вдруг Подарит небо ливень Только ветер Не скончаем И надрывим И мосты горят 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 Изба горела И горела А конь скакал 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 Стояли две нерусские бабы Не знаю, что ей предпринять Да Горят Горят Грустная песенка Про веселый праздник Замерзает Огонь от спички Стук колес Безнадежно врет В пусклом там Бои Электрички Я встречаю Свой Новый год И отсчитывая Мгновенья Поступаю В печали Даря Пограничение И размышление На границе Гуя Наваря Селится Народ В вагоне Смотрит Девушка За окном Словно хочет Да словно Вспомнить Роль Заученную Давно Только память Опять Подводит И молчит Проси Не проси Буквай Я один В электричке Майс А вокруг Родился И наварь Я один В электричке Майс А вокруг Родился И наварь Тихо 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 Срега Тихо Тихо На этом Чучусь-ка Туда По откосу Я Дорогу Шагами Шагами Трамбу Я Где Девушки Прустоволосые Под сенью Которых Живую На чем Ты хочешь Написать Письмо Ведь я Простой бумаги Не приемлю Возьми-ка Эту Вымершую Землю И напиши Меж Строчками Домов Здесь Много Места Для Идей Простых А ты Спокойно И не дышишь Тяжко Когда коснется Ночи Промокашка Твоих штрихов Кругов И запятых Мне остается Взглядом Пробежать Квадраты крыш Балкон И колонаду И ничего Другого Мне не надо Прими мой сон Железная кровать Смотри Как бьет По векам Нервный тик И это все Привычно И нормально Поскольку ты Нема И виртуально Лишь на стене Твой Остывает клик Но вот опять Погас в глазах Укор В коробках Спят Наперстки Иголки Синеет Том стихов Моих на полке Краснеет Небо И белеет Вор Синеет Том стихов Моих на полке Краснеет Небо И белеет Вор Цвета Российского Флага Странно Не громко Щелкает пластинка Жуком Свалившийся В ручей Кружится Первая снежинка Над скорбной Родиной Моей Еще синеют Небеса Но замерла Уже природа Дрожат Озявшие леса И умирает Время года Ведром С пропавшим Коромыслом Светясь Во тьме Застывших дней Луна Тяжелая Повисла Над серой Родиной Моей Пойми Что я пока Не умер Не все Засыпало Зола Брось Качумать Талифа Куми Еще не Кончены Дела Вот тени Буйные Кудлаты Как козероги Водолей В ночи Придут Без адресата По спящей Родине Моей Не бойся Детка Я с тобой Не страшен За оконный Холод Нам не впервой Бросаться в бой Я стар И молод Серп И молод Земля Уколота А лучик Волна Мерцающих Огней Как будто Сам Лечу Сквозь Тучи Над длинной Родиной Моей А вот Сейчас Одна из Немногих Песен Написанная Мною На мишность Ой, да Приходили На крылечко Гои Требовали Водки Требовали Хлеба А потом Глотнувши На грибах Настоя Разнесли На щепки Лавку Ширпотреба Ой, лю-ли-ли-ли Лавку Ширпотреба Ой, лю-ли-ли-ли Лавку Ширпотреба Белая Береза Рыжая Собака Тонкий Лед На лужах Захрустел Моцою Приходили Банки Требовали С каждым днём всё круче, с каждым днём всё строже, И чего сюда их, как магнит там тянет? Снова шум за дверью, надо прятать рожу, Трудно жить в деревне и удею вани. Ой-лю-лю-лю-лю-лю, и удею вани, ой-лю-лю-лю. Ну так, потихонечку у нас шли. Мы, наверное, уже будем так потихоньку завершать наш вечер встречу. вечер встреч, вечер встреч я прочту несколько стихотворений Саша споет песню после чего книги здесь фуршет будет так а будет, да? да что я сюда пришел? не могу а вот с этого надо было мне начать конечно, это для представления хорошо, но ничего вот по улице идет он и свернул он с переулок а затем зашел в домишко, над которым надпись хлеб он оттуда вышел в сумке схоронивший пару булок и побрел по переулку, деловой как роза хлеб по дороге в овощном он взял картошку, помидоры, огурцы, капусту перец, имбирь, корешок а затем, пройдя на кассе сквозь обыденные ссоры положил он все продукты в беломатовый мешок на углу он, скрипнув дверью а точнее ее пружиной заскочил в отдел стеклянной тары полной райских вод там он взял коньяк и водку, соду и бутылку джина восемь тупорга и даже из массандры старый грот вот он площадь переходит возле парка небольшого где стоит на постаменте молодой гусар ПФ до моста не дотянувший резко вправо вдруг ушел на стене нажавших кнопку ожидает он ответ зато он долго, ждет он долго сматерившись на забытом сленге идиш вот в огневе обернулся и лицо свое явил посмотри скорее читатель, ты такое редко видишь тот, кто нас интересует, это Сипер Михаил не возьму я тебя на пасеку это дело вполне мужское мы с друзьями бухнем по разику под дымящееся жаркое там душа воспарит крылатая, проникая в листву березы там столешница сучковатая прячет будущие занозы там стаканчики те, граненные, что остались еще от деда там друзья недопохмеленные клеют шимы велосипеда недовольны таким занятием матерясь, но совсем не злобно я люблю вас, смешные братья вы ругаетесь бесподобно солнце вечер, погода та еще голоса непрерывны птичьи я пойду с дымарем вздыхающим за янтарной своей добычей а потом мы нальем домашнего и закусим из липкой миски будет воздух жужжать над пашнию станем счастливыми и близкими это ясно Володе, Стасику даже Витеньке Остолопу я тебя не возьму на пасеку тебя пчелы укусят хорошо предпоследнее картина я юноша иду по мостовой покуда день не кончен световой усталость чушь, усталость полный бред иду лучами желтыми согрет здесь штукатурка медленно паря в траву ложится и наверное зря набит вещами старыми мешок вдох, выдох, вдох смятение и шок внутри картины множество ролей возьми себе, которое позлее иначе снова будешь ни при чем как одуванчик с мятой кирпичом на рамке позолота мажет взгляд у всех подряд, да-да, у всех подряд я чтоб себя от этого спасти диагонарию вынужден идти резиновое время растянуть не так-то просто ветер студит грудь я юноша, мне скоро шестьдесят на мне года лохотили пятьдесят друзьям моим я говорю привет не отравляйтесь мыслью о разлуке не поддавайтесь горечи и скуке изберегите глаз веселый свет курю ответ, распрятав огонек друзья, мне руки жму, я уезжаю я против громких слов не возражаю их дольше помнить буду путь далек я уезжаю с комарох и льстец друзья мои, вы все моя опора и даже грубостью во время спора нам не нарушить унесон сердец друзья мои, как будет не хватать мне вашей прямодушности и слова мы встретимся, привет, привет, здорово уходит поезд хватит провожать пара домой, боже дружище, боже мой как этот день до неприличия был долг сгущался полок летящей ночи над головой над головой сгущался полок летящей ночи над головой о, этот день в него вместилось много дней я пел и плыл любил и жил мечтал и клялся но вот остался самим собой наедине но вот остался самим собой наедине вот мой подъезд возле него, как птиц, костер листву сжигает словно жан но нееретично и непривычно тяжелым дымом затянут двор и непривычно тяжелым дымом затянут двор внезапно хлынул теплый лень на траву ночное облако медлитель и строго уняв тревогу бросая тень спасло листву уняв тревогу бросая тень спасло листву и с этим правильным поступком день ушел он рано начался и потом был осорен но я болен сегодня было мне хорошо но я болен сегодня было мне хорошо но я доволен не сегодня было мне хорошо спасибо спасибо аплодисмент 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 да мы едем сезавтра на фестиваль бенефест там тоже будем минутку приезжать Сначала книжки, а потом уже.